2018 год — это год веры, год поста, молитвы и поклонения. Писание очень четко говорит. Он взял двух евреев и неевреев и создал в самом себе нового человека. И мы уже, как мы, дети Мессии, мы братья Ешоа, он первенец из мертвых, мы говорим Ешоа Ахину, Ешоа наш брат, Иисус наш брат. И мы его братья. Он создал из евреев и неевреев в самом себе общину Божью, мессианскую общину. И наша община, она открыта для неевреев, и, конечно, мы предназначены быть домом для евреев. Мы одна семья. И как в каждой семье есть определенные свои традиции. Знаете, но прежде чем я буду дальше продолжать, расскажу вам историю, которую прочитал совсем недавно. К Маймониду, знаете, кто такой Маймонид? Если вы не знаете, я вам скажу. Это великий еврейский мудрец Рамбам, который написал много комментариев в Кторе, и к чему мнению прислушивается очень много, ну скажем, людей в еврейском мире. И говорили, от Моше до Моше не было Моше. То есть от Моше Робейну до Моше Маймониду. Итак, вся история заключается в том, написал ему один человек письмо молодой юноши. Он говорит, скажи, пожалуйста, уважаемый Ребе, кипу носить, это библейское вообще, ну, по Библии, по Танаху. Он пишет, он отвечает, говорит, нет, не в Танахе, не в Талмуде ты не найдешь заповеди носить кипу. Тогда он спрашивает, а почему я должен ее носить? Он говорит, ну, для того, чтобы не огорчать своих родителей, которые это делали. Тогда он спросил другой момент, а если к нам придет не еврей, и он оденет кипу, будет ли это нарушением? Он говорит, ну, когда ты приходишь кому-то в гости, ты хочешь оказать им уважение? И он говорит, ну, конечно. Он говорит, ну, так же самое, не запрещаю другим людям, кто приходит к тебе в гости, оказывать тебе уважение, а тем более уважение Богу, в Которого ты веришь. Итак, смотрите, я хочу сказать, что у еврейского народа существуют традиции. Мы в мессианской общине, да, в которой, еще раз говорю, что мы евреи и неевреи, вместе собраны в Ешуа Мессии, соединены Духом Святым, Руаха Кудеш, да, и глава у нас Машея Хешуа, да, у нас тоже есть традиции. Есть традиции библейские, ну, такие как праздники Господни, да, Шаббат, Рошашана, который на самом деле звучит как Йом Хайхизак, ну, день трубного звука, Шаббат, который мы дома собираемся вместе. И есть такие праздники, ну, например, как, ну, давайте скажем, выкуп первенца. Это библейская традиция, но без храма она не работает. Но мы все равно придерживаемся этой традиции. Почему? Потому что мы хотим дать Богу уважение, мы хотим оказать Богу нашим действием какое-то важное действие. И как мессианская община мы придерживаемся того плана, что мы берем еврейскую традицию, которая соответствует Писанию, и можем использовать ее для того, чтобы воздать Богу славу. И кто может это делать? Это может делать любой человек, который считает себя частью общины Божьей, и кто принимает Ишуа как Господа. Нет, на самом деле, не существует мессианской традиции следующего действия, которое у нас будет проходить. Это Бат Митсва. Бат Митсва появилась раньше, намного раньше. Но это была всего лишь, скажем, определенная традиция определенных общин. Потом, в прошлом веке появилась Бат Митсва в реформаторских общинах. Но сегодня она стала той вот именно вехой, когда люди приходят для того, чтобы завить перед Богом. Я хочу сказать тебе, что я готовить из-за тобой. Это мы делаем во время покаяния, когда мы принимаем, когда мы говорим Господу, что мы принимаем тебя как своего Машеха, когда мы принимаем тебя как своего Спасителя. Но иногда, знаете, надо, ну, кто-то хочет особенно еще подчеркнуть вот этот момент. И у нас дети, когда они досягают определенного возраста, так называемое духовное совершеннолетие, они выходят перед общиной, они выходят перед народом, перед небесами, перед землей, перед адом, и говорят, я хочу идти за Господом, я вырос. Глупости делать мог, теперь могу делать хорошие и правильные Божьи вещи. И это хорошая традиция. Если она, ну, скажем так, если традиция вот четко как-то должно быть, нету. Поэтому в каждой общине принято это делать по-своему. В нашей общине мы призываем людей, которые достигли определенного возраста, сюда. Ну, хочу вам открыть маленький секрет. Возраст не помеха. С 13 до 120. Если вы в детстве не приняли, вы можете это сделать в зрелом возрасте. Ну, честно, хочу вам сказать, я уже представляю очень. Подумайте. Но это не делает, знаете, вот этот сам факт не делает вас более святым, более совершенным, не дает вам определенные какие-то духовные прерогативы, не одевает духовные погоны. Это ваше отношение с Богом. Поэтому я хочу сказать, что сегодня у нас будет необычное батмитсва. И сегодня мы приглашаем вот на это, вот за этот красивый новый, вы посмотрите, какой чудесный новый, новый этот, как называется, пипитр, да? Кафедра. Но мы назовем это просто бима, потому что это восхождение. И мы пригласим, чтобы Алью совершила очень интересная сестра, которую вы все знаете, которую вы все любите. Итак, под звук шафара мы приглашаем Олю. Я сегодня вышла сюда для того, чтобы поблагодарить Бога за Его Слово. Когда есть молитва в конце комментария Торы, там говорится за то, что «благодарю тебя за спасение», за Тору. То есть я вышла для того, чтобы поблагодарить Всевышнего. Это вот как бы вот так. И это неплохо. Давайте представим перед комментарием Тору. Севрита Бешел «Когда отпустил фараон». Шестнадцатый раздел «Торы» и четвертый раздел «Книги шмот». Что значит исход? Раздел назван по первым значимым словам «Когда отпустил фараон народ». Я с моим учителем выбрала такую тему, как «обеспечение от Всевышнего». «Как нас учили в Мессианском, Еврейском, Еврейском и Еврейском институте, нужно говорить то, через что ты прошел». Вот. И хочу поделиться с вами, что еврейский народ, он тоже проходил через такой огромный вызов, потому что они нуждались в Божьем обеспечении, и Господь их обеспечивал. И именно в этом разделе это очень хорошо показано. Вера плюс наши действия плюс доверие равно результат веры. Вера, которая выражается в доверии Богу. Не просто верить, как знание чего-либо, но доверяться Богу всегда и во всем. Израиль 40 лет учился доверять Всевышнему. Он трудился столько, сколько позволяли силы. Давайте не забывать, что они были в пустыне, там очень жарко. И наверняка они не могли долго трудиться. Но они выполняли Божьи повеления настолько, насколько могли. Им иногда было непонятно то, что просит от них Господь, но они это делали. Израиль 40 лет учился доверять Всевышнему. Он трудился столько, сколько мог. И сказал Господь Моше, говоря, «Я услышал ропот сынов Израилевых, скажи им вечером будет есть мясо, а поутру насытитесь хлебом, и узнайте, что я Господь Бог ваш». Интересно. Около трех миллионов человек в пустыне. Наверняка у них были вопросы. Откуда возьмется хлеб? Он что, за одну ночь вырастет, кто его нам даст? Ну, представляем, что Моше было нелегко. Вот. Но Господь сделал это. И сказал Господь Моисею, говоря, «Я услышал ропот сынов Израилевых, и скажи им, вечером будете есть мясо, а поутру насытитесь хлебом, и узнаете, что я Господь Бог ваш». Вечером налетели перепелы и покрыли стан, а поутру лежала роса около стана. Роса поднялась, и вот на поверхности пустыни нечто мелкое, круповидное, мелкое, как киней на земле. И увидели сына Израилева и говорили друг другу, что это, ибо не знали, что это. И Моше сказал им, это хлеб, который Господь дал вам в пищу. Моше им объяснил, что это хлеб в пищу. И они, когда ели этот хлеб, каждый, вот что желал кушать, манна, она придавала этот вкус еды по желанию. И они ели и понимали, что это Господь. И если народ собирал больше, то оно имело свойство портиться. Это тоже Бог их учил доверять ему, что если он сказал в пятницу собрать на два дня, значит, оно не испортится. Там, где кончаются наши возможности, приходит помощь Всевышнего. Этот термин называется бетахон. Бетахон — это уверенность в помощи Бога. Давайте вспомним вдову Иссорепты. Она тоже доверилась Господу через пророка Илью. Он пришёл и заявил, что Господь сказал, чтобы она свою пищу, которая у неё была в доме, отдала ему. Она пыталась объяснить, что её пища только на одно употребление, и она не может её отдать. Но он сказал, сделай так, потому что Бог сказал. Она доверилась. То есть в её действии был поступок. Она отдала. И она увидела результат. Чудо стало ответом на веру и доверие вдовы. Господь приходит на действие. Я говорю о том, что не нужно просто сидеть, молиться и ждать, что Господь что-то сделает. Нужно, конечно, что-то своими усилиями делать, работать. А Господь, видя наши старания, Он даст сверх того, что мы можем. Лентяи Царства Божьего не наследуют. Так говорит Брит Хадаша. Ману надо было собирать, а Божие Царства необходимо устроять. Бог видит наши усилия, как мы делаем всё возможное, что мы можем сделать. И видя нашу уверенность и постоянство, Бог отвечает нам в своей верности. Такой момент очень важный. Мы как люди. Мы должны как люди осознавать, что наша часть тоже есть. Мы должны работать, мы должны благословлять других. Мы не просто должны чего-то ждать. И я для себя вот такую фразу когда-то услышала, и она мне очень понравилась. Сделай всё возможное с твоей стороны, и Бог совершит сверхъестественное со своей стороны. Амин. И я это знаю, потому что в моей жизни Господь очень много сверхъестественных чудес сделал. Не бойтесь доверяться Богу. Мы его дети. В нашей жизни единственный страх, имеющий право быть, это страх Божий. Когда я делюсь своим кратким свидетельством, когда-то пришла в общину, я увидела выпуск МГБА, это был выпуск Лины и Лора Билан. Я их запомнила, потому что они были очень счастливыми. Вот. Да. И я сидела и думала, Господь, как бы я хотела тоже закончить этот мессианский еврейский библейский институт. А мой разум сказал, нет, это невозможно, тебя никто с дому не отпустит. Вот. Но, как видите, Господь сделал то, что Он намеревался. Он показал, я захотела, и Бог благословил. Я ушла из своего дома без какой-то там финансовой помощи, ничего. Но Господь все это время не оставлял меня без крова, без пищи, без одежды, без финансового благословения, без работы. Я благодарю Господа за Его обеспечение в моей жизни на всех, на протяжении всего этого времени. Я вижу Его заботу и Его руку. Почему? Потому что Он мне когда-то сказал, твое призвание служить еврейскому народу, ну и цыканскому своему тоже. Вот. И я это приняла. Я помню проповедь Александра 30 декабря, где он говорил, откровение нужно записать, молиться и действовать, не просто, чтобы оно лежало. И я это поддерживаю. Я увидела, что Господь привел в мою жизнь все для того, чтобы я это сделала. Господь все устроил, все дал. Он как бы этим показал, что только возьми, не бойся и делай. Вот. Поэтому я хочу вам сказать, не бойтесь ничего. Нам нужно бояться только Господа. А пробовать мы можем, всегда попробовать. И не нужно бояться. И хочется завершить этот комментарий местом Писания из Брит-Хадаша. Послание апостола Павла. Не заботьтесь ни о чем, но всегда в молитве и прошении с благодарением открывайте свои желания пред Богом. И мир Божий, который превыше всякого ума, заблюдет сердца ваши и помышления ваши, Вишуа Мессии. Чудо становится ответом на нашу веру и доверие через действие. Амин. Давайте пристанем перед завершением Тору. Баруха Та Адонай, Элогену Мелыха Алам, Ашер Натан Лану, Тора Тамет Вахияну, Олам Натабе Тухейну. Баруха Та Адонай, Латенха Тора. Благосовенный Господь, Бог Царь Селены, даровавший нам истинную Тору, даровавший нам вечную жизнь. Благосовенный Господь, дающий Тору. Амин. Я хотел бы сейчас пригласить сюда Сашу, пастырей, да, старейшин, чтобы вы помолились за сестру. Потому что, ну, мы духовная семья. И Бог дал вам такую власть, дал вам такую привилегию, чтобы вы молились и благословляли. Боже, спасибо Тебе за нашу Олю. Спасибо Тебе, Боже, что наподобие того, как Руфь, она пришла, Боже, к Твоему народу, Господь, и начала служить. Так Ты призвал ее из своего народа. Господи, спасибо Тебе за то сердце, которое Ты дал ей. Боже, за ту открытость к детям, к простым людям, Боже, к взрослым людям, Боже, которое Ты влагаешь в ее сердце, Боже, то желание, которое есть там, Боже. Господи, мы просим о том, чтобы Ты благословил ее. Да благословит Тебя Господь и сохранит. Да презрит на Тебя Господь светлым лицем Своим. Да обратит Господь лицо свое на Тебя и дарует Тебе шалом. Да будешь Ты инструментом в Его руках. Да использует Он Тебя во все дни жизни Твоей, чтобы Ты переживала Его во всей полноте, во всей радости, в торжестве. Да благословит Тебя Господь мудростью. Благословит Тебя Господь благочестивым мужем, благочестивыми детьми, благочестивыми внуками и правнуками. Чтобы Ты была известна в своем поколении как человек, который служил Богу всегда в верности. И чтобы все знали об этом, мы благословляем Тебя как община. Во имя Ишуа Мессии. Амин. Базл Тов. А молодежь? Ну, знаете, у меня спрашивают, ты уверен? Я уверен. Мы не можем просто оставить ее без этого подарка. Братья, идите сюда. Надо, садись. Знаешь, это репетиция перед тем, что Саша говорил. Вначале муж, потом внуки. Давай! Субтитры подогнал «Симатур» Симатур у Мазалду Симатур у Мазалду Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Ты жизнь свою служению Богу посвящаешь Жить по закону, заповеди и учения Торы чтить Молиться, радоваться и благодеяния творить Так молода, но сколько испытала Будучи юной папу с мамой потеряла, но не споткнулась, не упала Греха и мерзости и трясина тебя не засосала Со дня рождения твоего жило в тебе великого Творца прекрасное духовное начало Тот миг настал, оно зажглось внутри тебя И от его тепла ты вся затрепетала И от восторга, удивления задрожала Ты голос, чудный нежный голос свыше услыхала Руку твою простри ко мне, не бойся, я с тобой Хочу, чтоб ты блаженство и любовь в Иешуа познала Вот я, в ответ ему она сказала В миг тьма прошла И чудо озарения настало С того момента это юное создание Вступив в завет, служить мессии стала И чтоб не угасало то духовное начало В молитвах к Богу руки к небу воздевала Огня, дай больше твоего огня Гореть хочу, дай больше, чтоб не угасало Молиться ты не уставала По неоступности своей Как много ты от Бога получала Батмитсву совершить ты очень возжелала В молениях своих к Иешуа воззвала Сегодня это посвящение настало И мы уверены и счастливы тому Что к Богу нашему, Творцу, избранному им народу С момента Батмитсвы Ольга Абрамовна раю Еще сильнее запылала Мы пожелать хотим, чтоб никогда не угасало Расти и совершенствуй, взращивая себе свое духовное начало Хотим, чтоб постоянно руки к небу воздевала На все вопросы только в Торе Ты ответы лишь искала Прочь дух уныния Хотим, чтоб в радости ты пребывала И исполняла все, что папе обещала А он великий и благой Он верный Бог Израиля И он всегда будет с тобой Стремиться лишь к нему А для него пылать В служениях постоянно пребывать И всю себя ему лишь посвящать Ольга Абрамовна, у вас способность свыше Да, я не шучу, это вставка автора Восхищать У вас способность свыше восхищать Пред вашей преданностью Богу Никому не устоять А посему в сей день еще хотим мы пожелать И да сойдет с небес на это пожелание благодать 2018 год Это год веры Год поста, молитвы и поклонения Израил Ольга Абрамовна, у вас способность свыше восхищения